Когда мы начинаем какие-то манипуляции с волосястой частью головы, понятно, что пациенты хотят сразу вау-эффекта. Этого не произойдет, этого не будет. Первые пушковые волосы, вайлусные волосы будут начинать свой визуальный рост минимум через полтора-два месяца. И именно это мы должны обещать нашим пациентам, да можем точнее обещать нашим пациентам, через полтора-два месяца. О каком-то начальном результате действия препаратов мы можем судить именно, не ранее, чем через три месяца. Потому что мы говорим, есть такое даже выражение, пациент имеет физиологическое право терять волосы в течение трех месяцев с момента начала лечения. Это его физиологическое право. Потому что какие-то волосы будут находиться в фазе именно телогена. Поэтому они будут выпадать, и пациент будет видеть клинические какие-то продолжающиеся изменения. Андрогенетическая аллопеция у женщин будет проявляться клинически как диффузная. То есть выставляя диагноз диффузная аллопеция, в ряде случаев мы будем подразумевать также андрогенетическую аллопецию. То есть если у мужчин это будет залысина, проплешина, локальная, ограниченная, то андрогенетическая аллопеция у женщин клинически будет иметь вот такое проявление. Об этом не забывая. Она будет выглядеть как диффузная. Не рубцовая аллопеция до стадии 3А в любом случае будет поддаваться терапия. А вот что касается дальше, здесь уже конечно без системной терапии, без детальнейшего клинического обследования, без выявления причины, там уже обойтись нам вряд ли удастся. Редактор субтитров А.Семкин